зацени зритель здесь реальные пацаны не только герои сериала колян вован машка валя привет что согласились ответить на простые вопросы ну и первый вопрос на ваш взгляд вот главное чем держится популярность сериала реальные пацаны что привлекает простота это очень простой вопрос мы на него легко ответим но он очень русский такой ментальный самобытный самобытный и еще даже такой про нас про все мне кажется что любой зритель может увидеть найти какие-то черты самого себя в наших персонажах наших героев а это и делает его собственно говоря мне кажется очень народным и популярно на телеканалах очень много адаптаций американских успешных сериалов а вот реальные пацаны как один из немногих действительно оригинальный продукт который придуман для россии в россии и про россии и про однозначно согласен мне нравится сериал но есть такое мнение что сериал пустой и ничему не учат согласны ли вы вот чему учите мне не дашь что ничего не учат так нет нет совершенно неправда конечно вообще это неправда это наветы какие-то чем мне кажется но он учит как раз светлому и доброму на ошибках на ошибках коляна вавана там я не знаю на наших ошибках на ошибках наших персонажей как раз учить тому какими надо быть чему надо стремиться как плюс и минус показывает но не все же люди все же люди не идеальны протяжении каждого самого вот он он же глуп почему что кроме глупостью зато он добр простой отзывчив но в этом в этом можно обвинить очень много русских людей знаете тогда можно сказать что монологи жванецкого тоже ничего не учат потому что он умен как и жванецкий мы просто обнажаем на самом деле какие-то какие-то человеческие пороки не обнажаем какие-то не достоин не но он же умен он умен да поэтому поэтому в принципе ребят ну давайте вот эту тему добьем вот в одном из ваших интервью прочитал что некоторые жители перми считают что вы позорите их город потому что изображаете не самый лучший слой общества потому что открываем какие-то на правда знаете у нас есть передачи которые интернет в основном передачи которые изображают самые лучшие слои города это такие лакшери программы про клуб я не думаю что это намного приятнее и как-то душевнее смотреть и правдивее досмотреть чем в сериал реальные пацаны в перми есть как любители так и не любители сериала есть но не на самом деле две недели премьеры пошел шла такая жесткая конфронтация кому-то сразу очень понравилось кого кто-то отрицательно писал письма гневные в администрацию отменить и тнт вообще но буквально через две недели когда рейтинге сильно-сильно уже ползли даже не ползли летели вверх тогда вообще сейчас никто никогда мне не скажет что сериал реальные пацаны это какая-то фигня максимум некоторые говорят но я телевизор не смотрю и я вот сам не смотрю у меня подруга смотрит можно сфотографировать я не для себя это детей вы все живете в перми да мы по перми спокойно ходите или приходится прятаться вот может кальян спокойно пройтись мне кажется по перми гораздо проще ходить чем по другим городам нашей страны потому что в перми все-таки люди видимо с осознанием того что мы живем в этом городе они да они привыкли и видя нас они наоборот сделают вид наверное что не узнал вас вообще очень специфическая очень любимая нами публика в перми потому что они все очень близко принимают к сердцу это не хорошо наверное потому что мы родные но вопрос вопросы сбитые но тем не менее задам вы в жизни похожи на своих героев и да и да и нет чем-то похожи чем-то нет вот мне кажется яркая противоположность это вот герой вова что ты хоть не тупой поэтому поэтому он старается в каждом интервью за минимум времени интервью сказать максимум я не тупой я не тупой я не тупой я не тупой вообще не только доказательства я не тупой посчастливилось поприсутствовать на репетиции но сейчас с вами тоже общаюсь говор который в сериале вы его как-то все-таки в ярче выражаете во время записи или вот вы ничего не делаете для того чтобы говорить так как вы говорите на экране ну все-таки и на приходится говорить как-то где в сериале нажимая на пермский говор да ну к счастью он не чушь нам никому поскольку мы в перми и когда ну то есть ты просто ничего не делаешь просто говоришь так получается да мы варьируем на самом деле иногда когда как бы лень себя напрягать на правильную речь направлены на правильную речь да мы как бы можем превратиться ненадолго таких спидалировали где-то вот это лень сильно рот открывать сильно лень вот тебе пермский говор в принципе сразу это только не знаю слышал как своя ты ничего такой огородишь то кто это благовещенский не знает я благовещенске не знаю я благовещенске не знаю да шум я всю жизнь на тайване прожил если я с вашего позволения 1 2 вопроса под поддельность каждому николай наумов это я да николай два высших образования прочитал в интернете что принимал участие в праймере с единой россии наверное каждый раз спрашивали вопросы пытался стать депутатом госдумы зачем тебе ни одного попадания пока ладно невозможно вот не складывает невозможно оппонентов вот этих вот выставить выставить найти да и задачи что ты откуда ты это взял как это ложе мой человек в интернете я хочу сказать а в основном все мы черпаем информацию из интернета может написать все что угодно как я понимаю про более-менее популярного человека вообще подавно и вообще про любого но праймерис был или нет никогда ничего подобного в депутаты не баллотировался в праймерис не участвовал единая россия в моей жизни поскольку поскольку не принимал участие да я думаю благодаря этому интервью можно будет сказать что кто-нибудь скажет что колян наумов единую россию послал да возможно и в интернете тоже прочитал что ты интернетом вообще не пользуешься да меня нет и отсутствует там это все как принято говорить в интернете фейки какие-то люди общаются вместо меня ты сейчас говоришь про социальные сети а вообще интернет интернете вообще да я есть в интернете нет дело в том что написано что николай наумов не пользуется интернетом вообще он считает что интернет это тоже очередная утка невозможно в 21 веке не пользуется интернетом вообще. Ну, вот открываются, открываются истинные лица. Вот в кино Коля хочет пойти, да он ведь посмотрит, что там идет. Конечно, я пользуюсь интернетом, я... Другое дело, что меня не сильно тянет пообщаться в кино. Вот в кино Коля захочет сняться, пойти, он же посмотрит, куда он идет. Куда хоть пойти-то? Че есть-то? Какой фильм-то попасть? Да. Владимир Сильванов. Зная, что вы пишете музыку, известная песня к сериалу написана вами. Вот в будущем возможно, что вообще уже в композиторе уйдете. Есть такие проблемы? Ну, на самом деле, информация тоже немножко неверная. Я не пишу музыку, я пишу в словах песням и пою песни. Музыку мне помогают писать в Перми, там есть у меня композитор Станислав Чуремушкин в Москве, есть поддержка и хорошая студия, а также наш музыкальный продюсер Дима Ланской, такой человек. Вот мы, вот эти окончательные песни, Коляны, реальные пацаны, которые всем хорошо известны, мы написали именно с Дмитрием Ланским, вот на музыкальной московской студии. Я очень не силен в нотной грамоте и только недавно на гитаре научился играть первый свой мотивчик. Я не знаю нот, поэтому композиторам сложно говорить, а вот в плане исполнительства я бы с удовольствием еще двигался, а там может быть и композитор. Мария Шикунова, единственная, кто не играл в КВН, не прошла КВНскую школу, правильно? Я тоже не прошла КВНскую школу. Получается, вы вдвоем не прошли КВНскую школу? Никак. Чувствуется на съемочной площади нехватка? Нет, ну у меня есть актерская слава богу школа и как бы все нормально в этом плане, но я поняла, что театр и КВН это настолько разные вещи. Есть очень много классного то, что я бы хотела взять вот именно из КВНской школы, чего мне действительно там не хватает какие-то моменты. Вот. Но меня спасает как-то все-таки я актриса и... Ну вот можно я еще немножечко просто от себя добавлю, что девчонки благодаря своей театральной школе невероятно здорово и быстро запоминают текст, события, что нужно делать на сцене. Валентина работала вожатой в детском лагере, играла в Пермском театре юного зрителя. К юному зрителю нет желания вернуться? Именно к юному? Да. У меня вообще к зрителю есть желание попадать. Вот как. Я хочу работать в театре. Не только проект, не только съемки. Я хочу работать в театре. А что мешает? Ну сейчас ничего не мешает и я возвращаюсь потихоньку к зрителю. Раньше я работала в Тюзе, сейчас просто в другом театре вот участвовала в постановке. Тоже. Все, ребята, как всегда, времени очень мало. Последний вопрос. Сериал уже написан полностью или все вот по ходу сочиняется? В процессе. Все в процессе, да. Что-то отсняли. Окончания еще нет. То есть финала нет. Идеи как таковой... Есть чем удивить и дальше. Да. Мы все время в каждом... Каждый сезон заканчиваем тем, чтобы оставляем на зрителю какой-то крючок, крючок, удочку закидываем, чтобы интерес был дальше смотреть. Подогреть интерес. Спасибо вам. Будем ждать новых серий. Спасибо зрителю за внимание. Смотрите «Реальных пацанов», смотрите «Альфа-канал». Йоу-йоу-йоу! В какую камеру-то? В куда? Пока-пока! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова